Добрый вечер на часах 20.30. Время новостей на канале НИСЕЙ в студии Ксения Митрофанова. И вначале коротко главная тема выпуска. Губернатор Виктор Толоконский проверил готовность школ к 1 сентября. Подход к обновлению учебных заведений в крае меняется. Что сделано и что запланировано? У нас сейчас будет очень мощная федеральная программа. Это коснется и строительство пристроек к школам, это коснется строительство новых школ. В крае, возможно, вторая волна лесных пожаров. Если в начале лета главной причиной возгорания были грозы, то теперь большая опасность исходит от людей. О чем предупреждают специалисты лесопожарного центра. Причинами данных пожаров будут являться, на мой взгляд, люди. Те, которые пойдут за грибами, за ягодами, охотники, те, которые любители. Консультации врачей, специалистов соцслужбы, творческие встречи и кинопоказы. В Лесосибирске стартовал социокультурный проект «Инисейский экспресс». Где еще в крае он побывает? Привозим те мастер-классы, консультации лучших специалистов, которым каждый из жителей той территории, на которой оказывается экспресс, может обратиться за помощью. Заключительная серия проекта «Инисей» объединяет. Последний день путешествия капитан теплохода провел по нему экскурсию. А участники поделились своими впечатлениями от круиза. Там история всей нашей страны. Понимаете, заключена в каждом поселке. Сегодня губернатор края проверил, как идет подготовка школ к новому учебному году. После капитального ремонта в регионе откроется 305 учреждений. Уже на следующей неделе комиссии начнут их принимать. Все ли готово к первому сентября, расскажет Ольга Тишинина. Те, кто видел четвертую школу в центральном районе Красноярска год назад, сейчас вряд ли ее узнают. Впервые за 76 лет здесь прошел капитальный ремонт. В здании 40-го года постройки пришлось не просто ставить новые двери и окна, и штукатурить фасад, но и полностью менять все перекрытия. Из аварийного здания получилась фактически новая школа. Из старого остались только стены. Деревянные перекрытия убрали и поставили металлические. Усилили все оконные и дверные проемы, заменили окна и сантехнику. А во дворе поставили хоккейную коробку и турники. Чтобы привести здание в порядок, потратили 141 миллион рублей. Пока шел ремонт, дети учились в другой школе. Но 1 сентября они вернутся сюда. Состояние было, конечно, ужасное. Фасад уже весь всыпался, перекрытия подгнивали. Перекрытия были деревянные. Представьте, 76 лет дереву. Соответственно, трещины по стенам, уже крыльца рушились. То есть было много проблем. Постоянно мы пытались устранять, но в связи с такой, знаете, с веткостью здания было сложно с этим бороться. Поэтому очень хорошо, что капремонт произошел. Все новое. Учителя уже начинают. Учителя класса заканчивают подготовку. Новую папку, которую регулируем специально замечательная школа. Обновленные классы показывают губернатору края и главе Красноярска. К учебному году для школы закупили новую мебель и оборудование. А это еще одна школа, которую за год полностью переделали. Для здания на партизана-железняка, построенного еще в 61-м году, этот капитальный ремонт тоже стал первым. Теперь даже вся техника в классах новая. А на заднем дворе появилось современное футбольное поле с искусственным покрытием и спортивные площадки. Губернатор увиденным остался доволен. Все сделано очень качественно и заявил, с каждым годом в крае будут ремонтировать еще больше школ. А слишком ветхие снесут и на их месте построят новые. У нас сейчас будет очень мощная федеральная программа. Это коснется и строительства пристроек к школам, это коснется строительства новых школ. Все равно тот же Красноярск, он растет. Здесь появляются новые микрорайоны, поэтому мы строим и новые школы, проектируем школы. Буквально в ближайшие 2-3 недели будем регистрировать типовой проект, который сейчас проходит экспертизу. И будем получать серьезные федеральные субсидии на то, чтобы вводились новые школы. Поэтому это позволит бюджету края максимально высвободить и сконцентрировать ресурсы на ремонте действующих школ. Только в Красноярске 1 сентября после капремонта откроют 5 школ. Это больше, чем было в прошлом году. Губернаторам края принято решение поддержать город и в Кировском районе 80-ю школу. Мы начинаем капитально ремонтировать уже в этом году, для того, чтобы на будущий год она тоже открыла двери. Мы завершаем работу над типовым проектом типовой школы на 1280 мест. Не случайно определено такое количество учащихся, потому что оно оптимально с точки зрения площади земельного участка. И затрат на строительство данной школы будут процентов на 20 ниже, чем затраты на строительство новых школ, которые были введены в эксплуатацию за последние три года. Капитально ремонтируют 305 школ по всему краю. Во всех остальных идут текущие работы. На это из бюджета региона потратили больше миллиарда рублей. Заканчивают последние приготовления к 1 сентября и в школах Минусинска и Шарыпова. Помимо 10 миллионов денежных средств, которые выделяет бюджет города для подготовки учреждений, в этом году нам дополнительно было выделено 2 миллиона 700 из краевого бюджета на устранение предписаний. Денежные средства были направлены на замену окон в учреждениях прежде всего. В этом году нам денег выделили значительно больше, чем до этого. Освещение по периметру – то, чего мы давно ждали, потому что в зимний период, а даже не столько в зимний, сколько осенний, когда еще снега нет, очень темно вокруг школы. Вот ограждение полностью восстановлено у нас, ворота запирающиеся изнутри, то есть все как требуют и инструкции положенные. Пищеблок, проблемная зона, вентиляция не работала, восстановление вентиляции. Источники горячего, резервные источники горячего водоснабжения. Специалисты говорят, сейчас остались незначительные доделки, а уже на следующей неделе по всему краю специальные комиссии будут принимать школы к новому учебному году. Ольга Тишинина, Алексей Овсянников, новости. Первые выходные августа в Красноярске будут теплыми, но местами пройдут дожди. В субботу днем еще без осадков, столбики термометров поднимутся до отметки плюс 26. Ночью гораздо прохладнее, около 13 градусов. В воскресенье ожидается также плюс 26, но уже пойдет небольшой дождь. В понедельник 24 выше нуля. В начале недели на большей территории края обещают ливни. Изменения ожидаем серьезные в понедельник. Здесь у нас кратковременные дожди, грозы, местами сильные дожди по центральным и южным районам в понедельник. И ночные температуры составят 1,16, а дневные всего 20-25 градусов. Значит, на севере у нас отдельные кратковременные дожди. Температура ночью состоит 10-15. Днем на юге Таймира 13-18. В Таруханском районе 18-23. В Таруханском районе у нас местами сохраняется чрезвычайно высокая пожароопасность 5 класса. Хотелось бы попросить граждан быть осторожным с огнем в лесу. Ну и также вывенки, отдельные кратковременные дожди. Несмотря на возможные дожди, в крае ожидается вторая волна лесных пожаров. Но если в начале лета главной их причиной были сухие грозы, то теперь большая опасность исходит от людей. Грибники, охотники и другие любители отдыхать на природе по час оставляют непотушенные костры. Причиной пожара может стать и тлеющий окурок. Анна Московских с подробностями. 80% возгораний в лесах пожарные ликвидируют в первые же сутки. Оставшиеся подчас разрастаются и становятся причиной довольно сильных пожаров и задымлений. До сих пор в нескольких районах нашего края бушует огненная стихия. Самые сильные пожары в Ивенкии. Есть очаги также в лесах Тосиевского и Богучанского районов. На тушении задействованы сотни человек и семь вертолетов. Бороза со стихией не просто, говорят эксперты. Огонь может менять интенсивность и направление распространения. Поэтому от пожарных требуется предугадать поведение пламени и выбрать нужную тактику. Самый эффективный, на мой взгляд, это создание опорной полосы, минполосы. С последующей уже производится встречный отжиг в сторону пожарища. И тем самым пожар, скажем, тушит сам себя. Потому что задача тех же работников на тушении, прежде всего, это убрать горючий материал, чтобы прекратить огонь. Что интересно, по словам экспертов, пожар в лесах несет с собой не только разрушение. Для растительности огонь может быть даже благом. С его помощью лес обновляется и не допускается закисление почвы. Во-первых, сгорел маховой покров, который является хорошим теплоизолятором и не пропускает тепло к почве. Во-вторых, почва стала черного цвета, а значит, она лучше прогрелась. То есть ниже ушла мерзлота. Кроме того, в почву мылись зольные элементы. И она, по сути, становится более плодородной. Но это справедливо только для природных пожаров, которые возникают на одном месте не чаще, чем раз в несколько десятков лет. Кстати, по словам специалистов, большинство возгораний на территории края появилось из-за сухих гроз. Уже через месяц эксперты ожидают вторую волну пожаров. Но теперь огонь в лес может прийти вместе с человеком. Причинами данных пожаров будут являться, на мой взгляд, люди. Те, которые пойдут за грибами, за ягодами. Охотники, те, которые любители. Потому что охотники, которые профессионалы, вряд ли допускают различных случайных поджигов на своих охотничьих участках. Правила безопасности остаются прежними уже много лет. Обязательно тушить костры и не бросать тлеющие окурки. Если же вы во время прогулки по лесу заметили очаг возгорания, звоните по номеру 112 или по единому телефону диспетчерской службы. Он указан на экране. 8 800 100 94 00. Анна Московских, Павел Пателицын, Новости. В Енисейском районе продолжается борьба с сибирским шелкопрядом. Сотрудники Краевого управления Россельхознадзора провели новую проверку в лесничестве. Несмотря на меры, которые приняли весной, размер очага в лесу продолжает увеличиваться. Сейчас площадь пораженной территории составляет 40 тысяч гектаров. Связано это, как говорят специалисты, с нашествием бабочек шелкопряда. Распространяются они в основном на правом берегу Енисея. Там должен быть предпринят еще ряд мер для уничтожения насекомых-вредителей. Эффективность достаточно высокая этих обработок. 82% она составляет по данным Центра защиты леса. Но просто площадь очага значительно большая она очень. Поэтому необходимо организовать дополнительную обработку. Вид, который у нас постоянно присутствующий, здесь у нас, как сказать, живет. Просто бывают периодические вспышки этого шелкопряда в зависимости от погодных условий. Так в течение, в среднем раз в 10 лет возникают вот эти вот вспышки. В лесосибирске стартовал краевой социокультурный проект Енисейский экспресс. В чем его суть и кто в нем принимает участие, расскажем далее. КРАЕВАЯ СЕЛЬСКАЯ ЯРМАРКА Однодневные и двухдневные туры по Великой реке. Количество маршрутов ограничено. Наслаждайтесь красотой реки вместе с калейдоскопом путешествий. Телефон 242-5830. Ты взял кредит и купил культиватор. Чтобы выращивать овощи и собирать урожай. Но это дорого. Нет, это экономно. Кредит на обдуманные затраты. Ставка 15% годовых. Банк АТБ. Кредит просто 15. Настала пора перемен. Значит, овощи больше покупать не будем. Какое счастье просто радоваться миру. Любить свой край. Родным и близким доверять. Знать, где тебе помогут вновь вернуть здоровье, силы. Чтоб духом крепким смог ты новые вершины покорять. Дорожная клиническая больница на станции Красноярск. Когда здоровье – высшая ценность. Избиратель, который в день голосования не сможет прибыть в помещение для голосования того избирательного участка, где он включен в список избирателей, вправе получить в соответствующей территориальной, либо участковой избирательной комиссии открепительное удостоверение и принять участие в голосовании на том избирательном участке, на котором он будет находиться в день голосования. 18 сентября. Единый день голосования. Красноярские автоинспекторы оштрафовали водителя, малолетняя дочь которого ехала почти по пояс, высунувшись из люка автомобиля. Это видео с регистратора встречной машины появилось в соцсетях в конце июля и вызвало большой резонанс среди пользователей интернета. Автор ролика также опубликовал номера Мерседеса, благодаря чему удалось найти его владельца. Он сказал, что исполнял просьбу 7-летней дочери и проехал так всего около 200 метров. Инспекторы провели с мужчиной профилактическую беседу и оштрафовали его на 3000 рублей за нарушение правил перевозки детей. С 2007 года водитель был привлечен 72 раза к административной ответственности. И только за последний год он в третий раз уже привлекается именно за перевозку детей с нарушениями. Он считает, что он уверен в своих действиях и ничего сверхъестественного здесь произойти не могло. Ребенок попросил и, скажем, он не смог отказать ему в перевозке именно таким способом. И считает, что те метры, которые он проехал, они не могли повлиять ни на какую безопасность. В селе Алтат Пировского района открыли новый мост через реку Большая Кеть. Переправа из бетона и металла заменила деревянную конструкцию, которая смывала половодием чуть ли не каждой весной. Движение транспорта здесь будет организовано реверсивно. Длина моста 100 метров, ширина проезжей части 4,5. Для пешеходов оборудованы тротуары. Переправу возводили на средства краевого бюджета, однако в строительстве приняли участие и местные предприниматели. На церемонии открытия присутствовали жители поселка, его глава, а также депутаты законодательного собрания и Госдумы. Для небольшого села появление новой переправы стало большим событием. Какое бы село ни было, большое, небольшое, 100 человек живет, все равно мы должны обеспечить их сообщением. Ну а если говорить о перспективах, история так была, когда Берелюский район был с Бировским соединен, Екатерининским трактом. Значит, и как раз это, сегодня этот тракт, как такового его нет, и он там существует как зимник. Но, соорудив этот мост, мы подталкиваемся равно к тому, что решение этого вопроса о том, чтобы Берелюский район и Пировский не были тупиковыми, значит, их надо соединять. А в Красноярске 8 августа начнется реконструкция моста через Качу на улице Вейнбаума. Проезд будет открыт только по двум полосам. В выходные рабочие установят там предупреждающие знаки. Движение ограничат с 6 утра понедельника. Решение о ремонте было принято после инструментального обследования моста. Капитальных работ на нем не проводилось с момента постройки в 1984 году. Сейчас планируется полная замена асфальта, наращивание парапета, укрепление откосов и перекрытий. Также под переправой расширят улицы Коммунистическая и Качинская. Сквозной проезд по последнее время на закроют. Подробнее об изменении схемы движения по ним обещают сообщить позднее. В целом реконструкция пора длиться полгода. Мы лечим в том числе все бетонные балочные перекрытия, ремонтируем устои, заполняем все пазухи, которые образовались в процессе эксплуатации данного мостового сооружения. Тем самым проводим просто ремонт инженерного сооружения. Данный ремонт нацелен на то, чтобы продлить срок службы данного мостового сооружения. Безусловно, на весь период производства работ будет подрядчикам установлена вся необходимая дорожно-знаковая информация временная. И в дальнейшем специалистами нашей организации будет мониториться ситуация в плане движения, в плане того, что затруднение движения и вносится соответствующие коррективы. Сегодня волонтеры, юные футболисты из клуба «Тотем» и просто неравнодушные красноярцы провели уборку на подходах к заповеднику столбы. Для участников субботника заранее подготовили необходимые инструменты. Причатки, пилы и мешки. Порядок привели дорогу от центрального входа до кордона Лалитина. Именно на этом участке летом скапливается особенно много мусора, который оставляют отдыхающие. Я думаю, что понятно, что сегодня нужно вводить порядок везде. Конечно, самое главное, не нужно поддерживать его. Но то, что сейчас нужно ввести порядок в такой заповеднике столбы, это очень важно. И то, что присутствие сегодня от малого до великого говорит об ответственности за содержание этой территории, за ту территорию, где просто люди приходят, дышат свежим воздухом и просто гуляют. Есть уже там первые мешки с мусором. Не все очень бдительно относятся, не все ценят нашу природу. К сожалению, попадаются те, кто бросает свой сопутствующий мусор. Ну, здесь есть и воспитательные моменты, которыми мы сейчас занимаемся. Это и спортсмены, молодежные организации, которые видят, что к природе надо относиться бережно. Консультации высококвалифицированных врачей и специалистов соцслужбы, творческие встречи, кинопоказы и даже школа КВН. Такая обширная и разносторонняя программа у социокультурного проекта «Инисейский экспресс», который стартовал сегодня в Лесосибирске. За месяц он побывает в 14 территориях края. В мероприятиях «Экспресса» участвуют представители региональных министерств социальной политики, культуры, здравоохранения, образования, сельского хозяйства, спорта, а также депутаты различного уровня. По каждой из отраслей жителей края ждут семинары, лекции, открытые уроки и мастер-классы. Привозим те мастер-классы, консультации лучших специалистов, которым каждый из жителей той территории, на которой оказывается «Экспресс», может обратиться за помощью, может переговорить, может получить полноценную консультацию, либо вступить в дискуссию, а также посмотреть лучшие практики, потому что, например, культурная программа, традиционно у нас это и выставочная программа, это и концерты лучших мастеров искусств Красноярского края, и, конечно же, общение с нашими писателями, с нашими режиссерами, с нашими художниками. Многие жители нашего региона ждут «Енисейский экспресс», чтобы получить консультации краевых врачей. Прием ведут онкологи, фтезиатры и специалисты центра СПИД. Сегодня они работали в Лесосибирске, а уже завтра переместятся в Енисейск. Приехали ведущие специалисты, представляющие центр медицинской профилактики, центр борьбы с заболеванием СПИД и гепатитами. Онкологи приехали, фтезиатры приехали. Соответственно, в ходе этого визита будут проведены консультации, осмотры пациентов. Также будут проведены консультации со стороны краевых специалистов по профилактике острых нарушений мозгового кровообращения, инфаркта миокарда. А также для пожилого населения это профилактика переломов. И к другим темам. Участники автопробега Красноярска Алматы, организованного нашим телеканалом, уже проехали более полутора тысяч километров. Сейчас они продолжают изучать горный Алтай со всеми его загадками и природными красотами. Сегодня автокрасноярцы побывали на озере Телецком. Все подробности расскажет моя коллега Елена Бурасова. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Сейчас мы находимся на озере Телецком. Расскажу об этом чуть попозже. Напомню, что вчера мы сплавлялись на рафтах. Заехали вчера в республику Алтай. Вот сплавлялись на рафтах по воде. Прошли около 30 километров. Достаточно много и все это время мы гребли. Ну, лично у меня на руках мозоли, не видно, наверное, через камеру. Но, тем не менее, они есть. А вот сегодня с утра сели в автобус и 180 километров до озера Телецкого. По пути слушали предания об этом чудесном, об этой чудесной республике, об этой чудесной земле. Но озеро Телецкое, конечно, потрясающе. Как нам рассказали, если во всем мире вдруг закончится вода, в течение пяти лет здесь вода пресная, это озеро может обеспечивать жителей всей земли пресной водой. Сейчас рядом со мной участник нашего телепроекта Антон. Антон, здравствуй. Расскажи, пожалуйста, понравилось ли тебе озеро, почувствовал ли ты его энергетику? Добрый день. Озеро очень понравилось. Очень понравилась его дух, сила, красота. Чувствуется здесь некое спокойствие веков алтайцев, которые здесь обитали. А в целом, я знаю, что ты впечатлился сказаниями об алтайской земле. Действительно ли это так? Или может быть какое-то одно коротенькое расскажешь? Впечатления достаточно глубокие. Но общее впечатление о том, что земля имеет свой дух, имеет свою силу. И традиции эти восстанавливаются в последнее время. Спасибо большое. Я же напоминаю, завтра у нас переезд в тысячу километров. Будем усиленно готовиться сегодня. И ляжем спать пораньше. На этом у меня все. Партнер проекта Рено Центр Сиал Авто на пограничников 101А. Официальный дилер Рено в Красноярске. Партнер проекта Сау Надежда. Получите страховые рубли и оплатите ими до 20% стоимости страховки дома, дачи или квартиры. Далее заключительная серия проекта «Энисея» объединяет. Сегодня об экскурсии по теплоходу Александр Матросов и о впечатлениях участников от всего путешествия. Рено Центр Сиал Авто на пограничников 101А. Партнеры проекта. Компания «Дары Малиновки» – один из крупнейших региональных производителей овощей и семенного картофеля. Сеть фирменных магазинов «Водолей». Большой выбор хорошего инструмента для любителя и профессионала. Санаторий-профилакторий «Березка» с 1 сентября до 31 октября. Скидка до 15% для физических лиц на путевки с лечением и на отдых. Телефоны в Зеленогорске 93800-93880. Долой грядки и соленья – все на отдых и лечение. Заключительная серия телепроекта «Инисея» объединяет. В последний день путешествия капитан теплохода Александр Матросов провел экскурсию по судну. А участники круиза поделились своими впечатлениями и эмоциями. Сергей Доставалов с подробностями. Сердце теплохода, силовые машины. Эти двигатели тянут судно по воде уже больше 60 лет. Александр Матросов – теплоход немецкой постройки. Но сейчас снабженный современным оборудованием для навигации и управления. Судно, конечно, родом из прошлого века, с соответствующим уровнем комфорта, но со своим колоритом в ретро-стиле. Он стал для нас домом на 11 дней нашего путешествия. Капитан Сергей Чумаченко признался, что и вовсе сроднился с Матросовым. Будучи родом из Киева, приехал сюда и влюбился в «Инисей» и его ручной флот. «Хотелось бы, чтобы люди почаще выезжали, видели, что за Красноярском у нас еще есть очень много регионов, даже хотя бы тот же город «Инисейск». Это такая наша сибирская изюминка, которую нам должен увидеть, наверное, каждый житель Красноярска. Желательно, конечно, и ниже побывать. Край наш безграничен, и его надо видеть, знать. Это наш дом. С нами на Матросове шла единственная в России женщина-судомеханика «Инисейского флота» Любовь Степанькова. Почти 40 лет она проработала на пассажирских грузовых судах, но находилась в основном в машинном отделении. А вот чтобы отдыхать на палубе теплохода, любоваться пейзажами вокруг, первый раз в свой 91 год. Я работала с мужчинами. С мужчинами работать легко. Я много чего не понимала. Очень много. Но когда я обращалась к ним, чтобы они мне помогли, они мало того, что помогут, это самое, расскажут, так они еще и помогут. Мне было легко. Я женщина. Меня просто таки уважали и помогали. Поэтому я механиком стала. Еще нашими попутчиками стали гости из Нижегородской области. Рассказывают, что на многих реках России побывали, но таких могучих пейзажей и людей не встречали еще нигде. Нам люди вот показали здесь более такие открытые, более простые, чем у нас, добрее. Они, может быть, и суровые люди, потому что у них жизнь такая вокруг них. Там нельзя быть по-другому. Но зато они какие-то душевные. А мы возвращаемся домой, переполненные своими впечатлениями, которыми поделился с нами Енисей. Мы ждали, что сможем открыть для себя тайны, красоты, людей, историю. Но появилось еще больше вопросов, погружаться в которые можно бесконечно. Но каждый из участников проекта привез из этого путешествия что-то свое и для себя. А разные люди нашли много общего. Такой разный Енисей. Вот сегодня утром он был зеленый-зеленый, потому что мы шли рядом с лесом. Вот сейчас он серый. А в некоторых местах, особенно вот этими белыми ночами, он был просто разноцветный. Вся палитра цветов была на воде. Каждый поселок, он, конечно, неповторим. Но внутри каждого вот этого вот населенного пункта, там история не только вот самого вот этого пункта населенного, да. Там какие-то многовековые вот эти вот природные все явления, да. Там история всей нашей страны, понимаете, заключена в каждом поселке. Моя мечта была побывать в тех местах, где прошла моя молодость. Молодым специалистом я распределилась в геологическую экспедицию, которая находится в Бору. И мы полны энергии, приехали туда и думали, что мы проживем там всю жизнь. Меня поразило то, что все-таки на берегах люди живут своей жизнью. Похоже, что они счастливы. Вот как люди выживают, какое мужество. Все-таки это сибирский человек, который может преодолеть, ну, наверное, любые трудности, наверное, можно так сказать. Потому что оторваны от городов, оторваны от элементарных бытовых условий. Но они выживают, они живут. Вы знаете, мне стало страшно. Я поняла, что я тут как-то спустилась, разговаривала с жителями Бахты. И вообще наблюдала. Первоначально я восхищалась, что такие смелые люди живут. А потом мне становилось все страшнее и страшнее. В силу чего, что я-то, я бы не смогла жить в таких условиях. Но дорога многое значит. В нашей команде было много творческих людей, которые живут картинами, картинками, музыкой, какими-то образами, какими-то проектами. И мне, честно говоря, так как-то вот это было необычно и очень понравилось. Очень хорошо отдохнула. Я звоню домой, и ребята мне звонят. И всегда я говорю, я приеду, я все буду рассказывать. Сейчас я переполнена эмоциями. Пока нас позвала к себе берега, Пока махнула с берега рука, Пока жена слова полный ход, Пока Хамбакин помигнул его, Далее растаял темноход. Партнеры проекта Золотодобывающая компания «Полюс». Сбербанк России. Телефон редакции новостей 236-01-36. Адрес в интернете 3W-ENISEI-TV. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова